А компания Уфанет продолжает устраивать праздники на свежем воздухе. Суббота мы находимся во дворе на улице Пролетарской. За моей спиной полный двор. Ребята от самого маленького возраста до самого старшего. Все они сегодня вышли, чтобы провести классное время и зарядиться положительной энергией. Живем этой идеей, что друзья всегда с тобой. И сегодня в очередной раз мы собрались на праздник двора, вытащили всех людей на улицу. Это просто классная семейная традиция. Это на самом деле нормально. Собираться огромным количеством соседей. Мы построили огромное количество площадок для ребят, которые хотят активно как-то подвигаться. Для ребят, которые интеллектуально хотят как-то себя проявить. И сегодня, честно, я не ожидала, что столько можно приятных слов сказать про Уфанет в форме стихотворения. Уфанет я так люблю, каждый день я с ним дружу. Но в планете я играю, очень часто повезаю. Уфанет хороший, детей обещают. Уфанет хороший, его должны любить. Больше всего мне понравилось стоять на пеньке. А почему? Ну, потому что там очень интересно, там развиваешь свою аккуратность. Вышли погулять просто. Подошли по этому сюда. Увидели, что есть все конкурсы и решили принять часть. Дети многие сидят дома, возят телевизоры, а тут они выходят и все-таки общаются. И участвуют в конкурсах. Какой тебе понравился? Почему? На канат. Ну, мне понравился здесь этот. Ну, канат, конечно. Ну, канат, конечно. Уфанет ТВ – это новая услуга, с которой пришел Уфанет в этот двор. Сегодня презентовать. Это возможность просмотра теперь наших любимых каналов у себя в мобильном телефоне, сидя на диване. Когда ты теперь не зависишь от своих других членов семьи и можешь смотреть свои любимые передачи где угодно. Подключается она элементарно. Сейчас она находится в режиме тестирования. То есть для наших оппонентов она абсолютно бесплатна. Достаточно зайти в один из магазинов. Это Google Play или App Store и, в принципе, скачать это приложение. Сегодня компания Уфанет у нас в замечательном жилом комплексе Оренбуржа на Донковцево-9. Мы собрали всех жителей на веселом празднике. Пришло очень много взрослых. Привели с собой детишек. Мы проводим замечательное время. Мы говорим, зиме нет. Выходим на улицу, знакомимся, веселимся, греемся вкусным горячим чаем, а также конкурсами. Я был на крестиках, ноликах, был на канате. И где самое сложное было в площадке? Вот здесь. Я не умею держать равновесие никак. И вот это мой минус. Если у вас будет возможность, проводите почаще. А зачем? Ну, чтобы, как говорится, детвора отдыхала и взрослые отдыхать. Это было не очень сложно, не очень легко. Долбы присоединялись, но мы как-то, и лес перешел вперед и как дернул. Мы поиграли еще в крестики-нолики. И все. И все. Так, а сейчас куда собираетесь? К ведрам. Я думала, как бы сплочаются дети все равно, когда вместе с тебе бегают. А то днем выйдешь погулять, мало ребят, а тут весь двор. Я думала, что я проиграю, а потом высотой в длину прыгала и так целый круг. Я даже сама не понимаю, как я это сделала. Ласточка! Следующие выходные, 10 и 11 февраля, компания Уфанет приведет зимние игры в жилом комплексе «Времена года». Екатерина Роженко, Максим Мораль, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!